Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и самия Артур Идиатуля. Китайские власти продолжают планомерно девальвировать юань, однако воздерживаются от агрессивных интервенций. Так они пытаются противодействовать тарифным мерам администрации Трампа и пытаются защитить выручку экспортеров в национальном выражении, то есть в национальной валюте. В пятницу пара доллар китайский юань у нас подскочила до уровня 6.81, отсюда у нас поступило распоряжение китайским банкам продать иностранную валюту, что позволило паре укрепиться, китайскому юаню укрепиться и даже выйти в незначительный плюс против доллара. Волна распродажи на китайских рынках, она хорошо заметна по оттоку капитала прежде всего с офшорного рынка, то есть с гонконгского юаня. Это офшорный юань, это офшорный рынок, на котором установлено свободное ценообразование, в отличие от материкового юаня, где обмен которого жестко регулируется. Если взглянуть на спред между материковым юанем и офшорным юанем, то можно будет видеть, что сегодня у нас произошло резкое снижение, то есть более сильная девальвация у нас наблюдалась на свободном рынке юаня, то есть на офшорном рынке. И такие у нас движения спреда происходят часто, это говорит о том, что происходят такие скачки распродаж, скачки бегства капитала с китайских активов, и это прежде всего заметно на именно рынке офшорного юаня. Сегодня, как я уже сказал, спред значительно расширился, но потом арбитражные силы этот спред сократили. С начала июня, если мы взглянем, у нас спред неуклонно снижается, вот примерно с середины июня спред перешел в снижение. Это говорит о том, что офшорный юань у нас стоит дешевле, чем материковый юань, то есть он подвергся большему обесценению, как раз того, что именно на нем чувствуется большее давление со стороны иностранных инвесторов, то есть распродажа с их стороны. То есть все движения на основе неприятия рисков, они в первую очередь у нас как раз-таки заметны на движении офшорного юаня, на его снижении. Иностранные инвесторы у нас выходят из китайских активов прежде всего через офшорный юань, так как там отсутствует контроль над движением капитала. В общем, Национальный банк Китая нашел себе удобный инструмент для отслеживания настроений инвесторов, это гонконгский юань. Рынок этот небольшой, он примерно равняется трехдневному обороту по паре доллар-юань. И это говорит о том, что он малополезен с точки зрения установления курса для материкового юаня, но позволяет понять масштаб бегства капитала. Он как бы задает ожидания инвесторов относительно китайских активов, насколько они привлекательны при текущих рисках. Неповоротливый валютный режим материкового юаня с ограничением на приток и отток капитала, он имеет склонность натягивать пружину, то есть аккумулировать проблемы, связанные с невозможностью быстро вывести или вложить свой капитал в Китай. И это здесь как раз-таки очень хорошо помогает, способствует лучше понять настроение инвесторов именно офшорный юань. Также на этой неделе стало известно, что в Китае случился крупнейший дефолт за всю историю. Компания, добывающая уголь, Winline Energy объявила дефолт, задолжав перед кредиторами более 10 миллиардов долларов. За 4 года компания увеличила долг в 4 раза, при этом на последнее размещение бандов был довольно низкий спрос, что сигнализировало о скорых проблемах. Winline Energy также у нас участвовала в схеме дачи под залог собственных акций для получения кредитов, что говорит о масштабе вот этой проблемы, о том, сколько компаний, несмотря на их размер, они дают свои акции для того, чтобы привлечь долговое финансирование. Китай, в котором прослеживается у нас схема, различные схемы финансовых пирамид и неконтролируемый риск, как раз-таки представляет сейчас основную угрозу для властей, для правительства Китая. Обесценение юаня также становится тяжелым временем для азиатских рынков, которые заражаются пессимизмом, растущим в китайской экономике. Есть несколько причин для этого. Это, во-первых, дешевый юань, он подрывает конкурентоспособность азиатских экономик, во-вторых, это отток капитала, который является следствием замедления перспектив экономики как в Китае, так и в других азиатских экономиках. В-третьих, это угроза усиления торгового конфликта, так как к остальным нарушениям подключается валютная политика Китая, то есть девальвация юаня. На валютном рынке Трамп уговорил вчера доллар немного спуститься, заявив, что сильно доллар является недостатком для экономики. Вот на этой волне рост американской валюты по индексу доллара заметно, что здесь произошло его резкое обрушение, как раз-таки произошло на фоне комментариев Трампа, на фоне его вербальной интервенции. Он сказал, что сильный доллар является недостатком для экономики. Такое заявление Трамп делает не первый раз, однако на протяжении всех своих заявлений, касательно американской валюты, он несколько раз менял позицию, но больше придерживался слабого доллара, то есть его преимуществ, его перспектив для экономики. Но в принципе это и понятно, так как с точки зрения протекционистской политики, слабый доллар, низкие ставки необходимы для того, чтобы защитить экспортеров, чтобы сделать их более конкурентоспособными на мировом рынке. Это как бы является традиционной мерой защиты экспортного сектора. Что видно, например, на примере Японии, для которой сейчас вообще панацея. Банк Англии, там занят как раз... Банк Японии сейчас там занят массивной скупкой бандов, чтобы обесценить социальную валюту и поддержать основной драйвер экономического роста в Японии. Как президент Трамп должен воздерживаться от комментариев относительно доллара, так как такие вербальные интервенции могут рассматриваться как прямое вмешательство в монетарную политику, что является прерогативой исключительно ФРС. Однако нередко является практикой, когда президенты делают косвенные замечания, оставляя рынкам возможность додумать их значение для американской валюты. Трамп также выразил недовольство по поводу повышения ставок ФРС, указав на их роль в укреплении доллара. Мало вероятно, что расхождение во взглядах Трампа и ФРС как-то повлияет на последнее, учитывая, что низкие ставки при нынешнем состоянии рынка труда с рекордно низкой безработицей могут вызвать его перегрев. Президент невзначай заметил, что юань летит вниз, намекая на возможные манипуляции со стороны китайского правительства. Поэтому мы ждем октябрьский отчет по макроэкономической политике и валютной политике основных торговых партнеров США, которые дадут формальную возможность Трампа обвинить Китай в валютных манипуляциях и усилить давление на него. С другой стороны, если президент вознамерится включить в арсенал борьбы с Китаем инструмент девальвации, то последствия могут быть непредсказуемы. Впечатляющее различие между ФРС и другими крупными ЦБ относительно темпов нормализации политики является сейчас основным слагаемым в успехе доллар над другими валютами, что обеспечивает сейчас среднесрочный рост доллара вообще. Британский фунт продолжил вчера падение, коснувшись уровня 1,2950. Наша вчерашняя, моя вчерашняя сделка закрылась по безубытку с небольшой прибылью. Дальнейшее укрепление вероятность заряжали комментарии Трампа и удобная возможность быков по паре словить краткосрочный отскок от мощных уровней поддержки, который располагается ниже 1,30. Вчера снижению фунта также способствовали данные по розничным продажам, которые подтвердили тенденцию ощутимого замедления экономической активности Великобритании. Повышение ставки в такой ситуации для Банка Англии выглядит крайне нелогичным и фундаментальные показатели указывают на то, что падение фунта может продолжиться, если по американскому доллару не возникнет какой-нибудь сильный медвежий катализатор. Я склоняюсь в пользу того, что пара фунт-доллар еще раз может протестировать сегодня или на следующей неделе уровень ниже, расплагающийся ниже 1,30 после выхода данных по американскому ВП, по личному потреблению, по личным расходам, а также данных по потребительской уверенности от Мичиганского университета. Поэтому сегодня была также открыта сделка на продажу фунта против доллара. И мы также установили уровень Take Profit на уровне 1,2890 и Stop Loss на уровне 1,3090. Ждем результатов сегодняшних данных по американскому ВП и настроимся на торговлю по фунт-доллару на следующей неделе. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы и комментарии. Увидимся с вами в понедельник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!